Два года назад в школе номер 7 под руководством педагога Андрея Коршунова для учащихся начальных классов открылось объединение «Художественное слово». Сначала ребята выступали на различных мероприятиях со стихотворениями, а в сентябре нового учебного года вместе с режиссером взялись за постановку спектакля по мотивам сказки про капризы детского писателя Екатерины Серовой. Обратиться к этому произведению ученикам посоветовал их классный руководитель Марина Меркушева. Сюжет всем пришелся по душе и детям, и взрослым. Как только появляются капризы, человек становится совершенно неуправляемый, становится капризным, вредным, злым, делает совершенно неправильные поступки. И поэтому сказка о том, чтобы мы боролись с этими капризами, чтобы не пускали их к себе в дом и чтобы не капризничали. В постановке приняли участие 12 учеников 2-го Г-класса. Все эти ребята уже второй год занимаются в объединении, и полутора месяцев им хватило на подготовку. А вот с костюмами детям помогали родители. Я играю роль мамы. Этот костюм, платье еще из прошлого года, а фарточек бабушка шила. И шикарная прическа. Кто тебе такую придумал? Андрей Валерьевич сказал, ну, тебе такое подходит? Я сказала, да. Поддерживаем всегда своих детей, помогаем им репетировать, учим с ними роли дома, готовим костюмы. Так что очень серьезная подготовка идет всегда к спектаклям. Второкласснику Андрею Лузянину выпала роль ведущего. Строгий костюм и бабочка хорошо подчеркнули образ. Это уже не первый выход на сцену, и Андрей особо не волновался. Играть на сцене мне нравится, потому что я люблю, когда все смотрит на меня. Многим из ребят в этом спектакле удалось играть сразу двух героев. Конечно, переуплощаться из одного образа в другое сложно, но занятия актерским мастерством на репетициях начинающим артистам очень помогли, и роли удались. Больше всех мне нравится играть курочку, потому что она очень смешнее, это роль курочки. Нравятся произведения Екатерины Серовой, и поэтому мне нравилось выступать с удовольствием, я репетировала. Кругозор увеличивается, и вот этот артистизм, и любовь к книгам, к чтению, это вот все проявляется. Главными зрителями спектакля стали родители и первоклассники. По аплодисментам было ясно, премьера прошла на ура. Спектакль получился интересным, смешным, а главное – поучительным. Большинство ребят для себя поняли, что детские капризы ни к чему хорошему не приводят. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.